так пришло вот такое письмо счастье на имя моей персоны на ваше заявление поступившим о факте рукоприклад со стороны начальника фнс общего отдела даньченко совершенной в отношении михайлова е ответил самый ерохов наконец-то они обработали только рассмотрели только два пункта на рукоприкладстве и ложный вызов что я отправлял вот такой документ во все инстанции в том числе и на григори людмила михайловну за нарушение сроков рассмотрения ну как как можно не увидеть вот это вот вот смотрите вот это вот как можно не увидеть вот это капитан полиции дмитрий и вот это никто и вот это никто не видел обратите внимание везде видеокамеры стоят и в полиции налоговой я так понял они вообще не поднимали эти видеозаписи либо подняли ничего не увидели как вот это можно было не заметить тоже не понимаю все же в интернете выложен который внешне похож на бороду приклеить покажите ориентировку и действия в сирии покажите ориентировку покажите ориентировку покажите и вот это вот тоже вот как можно не заметить не понимаю вы на меня наговаривать вот такие вот нормальные разговоры никто не замечает и это вот 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 такой кратенький ответ а вот надпись служу народу она как-то действует напоминает я живой живороденный человек звать антон из рода булгак сын николая вызываю ерохова на словесную дуэль присутствие народа и камер будем разговаривать один на один присутствие всех и под видео камеру любое время в любом месте если придете мой телефон 6 6 7 7 44 благодарств если придете откуда взялась фраза если придете 5 сентября 2018 года столько что были в мвд по городу сургуту подавали заявление об отключении электрического татьяна и по реакции сотрудников полиции поняли что идет начальство и выпрямились как струнышки вышел я так понял какой-то начальник я спросил вы ерохов он сказал да мы сказали что мы к вам записались на прием 18 сентября на 16.00 вот на что он ответил если придете я как бы пропустил это мимо ушей но вот люди мне подсказали что возможно это угроза так что народ кто желает присоединяйтесь пойдем разговаривать я вам попросил дать оценку действиям сотрудника полиции на что он сказал правовая оценка была дана кем-то ну кем не пояснил вот это и есть правовая оценка или же он говорил вот об этой правовой оценке от прокуратуры получил вот такое письмо нашел по всем ящике так это что у нас тут прокуратура хантамасийского автономного округа я все все входящие корреспондельцы всегда просвечиваю вас смотрите происходит вот 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 это правовая оценка пустышка что какие выводы можно сделать ерохов занимается моей персоной лично и можно сказать что документально он явился вот жду пока явится в живую на словесную дуэль вызов силе если придете я тебя пишу потому что попросили короткую запись сделать людям скажем что происходит там допустим ездишь в машине образственности правил там сегодня этого кантона подгазала то-то дизела только какие-то сведения и прокурату елене она говорит у них там есть монтажник они все это смонтируют но обрешайся я пишу короче у них нет оснований законных вступивших силу а апелляционное решение наступило закон и силу и вообще мне сказано наступает закон и силу а апелляционный суд возможно будет через месяц через полтора антон привет рада тебя слышать да я телефон сохранила меня очень важная информация сначала для тебя запоминай запоминай дальше требовать чтобы любое твое общение с персоналом снималась на видео книгу записываешь все что происходит с тобой психическое расстройство это расстройство мышления когда ежедневно оставляются следы письменной речи это и есть доказательство фальсификации это лучший инструмент потом требуешь приложить эти записи к медицинской карточке психиатры конечно будут препятствовать этому но надо требовать и твоему представителю тоже запомнил я каждый день пишу свою историю прямо у меня мемары такие рукописи страниц 40 я уже написал каждый день обращение требований у вас да еще в эту книгу жалоб требует еще требует вот я на тему твою значит что ты мне звонишь я тебе сейчас коротко поставлю сообщение они конечно вырваны из контекста но ты послушай мария вы можете пройти в жопу сделайте отложение пройдите пожалуйста понял да я понял все правильно вектора ранника надо успеть иногда но иногда он убирает правильные вещи ну вот он правильно но ты понял меня да то есть я просто там люди возмущались очень много хороших людей уходило все информация просто я понимаю что тебе не полную картину потому что люди не могут диктофонной записи послушать чтобы составить картину и тебе рассказать я его знаю наизусть этого человека он не делает отдельные это правильные вещи но некоторые его прям выбешивают и он их это жестко карает матами ну такое бывает все забыли короче правильное дело что выкинуло а ты просто записывай тех людей которые это я не выкинула я просто убрала понимаешь я к нему с уважением просила несколько раз антон послушай меня как вы это окончили давай не кривяй другую смотри просто записывай всех людей которые выкидываешь и сам посмотрим куда это выберут смотри доступы восстановлены к этой группе я часть творца и этот ютуб канал так что снимайте видео выкладывайте все публикуйте это все можно делать через Южного или через Валентину хорошо Антон держись тебе крепкого духа физически держись за тебя очень много людей переживает будь погибче будь поумнее все будет хорошо за тебя очень много людей встает и борется пишет спасибо за предложение я тоже об этом думал как себя обезопасить то что всегда в сознании нахожусь и с каждым днем отбиваюсь я писал свои мемуары записи пусть Валентина фотографирует в книге именно в книге там очень важно это важный документ книга жалоб и предложений это коммерческая фирма они обязаны иметь книгу жалоб и предложений это вчерашняя информация запомни держись все таки улыбайся несмотря ни на что смысл плакать там нервничать мы приколаемся ржом Антон я могу эту запись выставить в чате в твоем конечно я вот даже могу тебе зачитать немножко все мои записи и рукописи разместите в интернете все что произошло в ПМД в открытый доступ берите текст и начитывайте на видео то есть я писал от руки где-то 2 и 40 написал вообще что со мной произошло до ПМД видео размещайте на ютуб канале и пустите видео ссылки на страницы в честь Творца поверите всем о том что происходит в Сургуте гласность это единственное что вы чего не бояться все что произошло в ПМД пока придержите сами тексты в видео сами тексты моих рукописей в виде фоток сканы просылайте в виде газеты, жутки, чаты, группы телепередачи в России в том числе в Сургуте в Сургуте в Сургуте в СНМ и Нью-Йорк в Сургуте я еще писал обращения требования около 30 штук каждый день их дроблю своими обращения требования на психиатрии постоянно дроблю вот эти штуки тоже есть у Валентины можете их это прямо по одной фотографии во всей инстанции рассылать то есть вообще приди должна проверка прийти нет и очень не хватает общения звонить почаще уже уже звонков благодарю я только не пойму на этот телефон тебе тоже можно звонить который хорошо я звонила у тебя занято все время было разговаривал нет это общий телефон здесь все звонки только с 14 до 16 МСК и все 45 человек пытаются позвонить как входящий так и исходящий вот такие дела Антон очень рады тебя слышать еще раз тебе силы побольше держись держись благодарствую ну еще месяц как минимум я думаю неизвестно с ним может быть ну рады тебя такого бодрого слышать рады ну я стараюсь пока так благодарствую все время закончилось давай давай пока ну нормально как рассказывать ну так себе у тебя пишется же да? я записала да я включаю пишу говорим слушай ну что я выяснил то что судилище вот это вот 19 числа оно было после 48 часов задержания то есть они меня призывали в 10-10 17 числа а судилище состоялось в 12 ну вообще в 9-30 они меня привезли и короче ну больше 50 часов прошло и потом только судилище устроили то есть это уже незаконно Валя об этом писалась сегодня в чате кто? Валентина а ну я вчера успел сказать имени трубку повесили вот ну я тут постоянно изучаю всякие кодексы у меня тут прям статья на статье все эти полностью все в нарушениях все нарушено сегодня разговаривал с юристом она вроде как бы это начала понимать что происходит видно она потому что она до этого видела только НТВшные видеоролики я ей сказал посмотрите и она мне вот принесла эти возражения на наши апелляции тоже там чушь такая полнейшая написана что ребята мне нужно вот удостоверение нахождения в живых подписанное и пропечатанное юристами то есть это у меня одно есть где написано живорожденное там то там то где способность проверена стоя стоя номер и где зарегистрировано вот таких бы мне этих скриншотов это распечатать таких документов настоящих и и желательно вообще с газеты то есть вот Валентина хотела сделать с газетой но что-то вот до сих пор мне не получается сделать такую штуку то есть нотариально заверенная газета где пропечатано слово живорожденное живой человек послушай меня Антон вопрос ты хочешь сказать что у тебя есть такое нотариально заверенное тождество да? ну у меня есть скриншотов отпечатанный твой личный правильно? твой личный да? нет другого человека другого человека ну я тебе хочу сказать что да такие документы существуют это нотариальные документы то есть тебе важен факт самого этого документа что он есть да? да и подобных документов которые делаются у нотариуса что вы понимаете чтобы вот мне допустим на какую-нибудь комиссию я пришел или даже с этого судилища да чтобы я дотал этот документ а этот документ заверенный нотариусом он имеет высшую юридическую силу и его доказательства не требуется Антон я тебе пришлю я Валентине пришлю свой документ нахождение живых вот присылайте мне да попрошу других людей да попрошу других людей присылать потому что мне вот эти врачи приходят и говорят ты несешь бред я говорю чего бред если вот документ нотариусом заверенный он говорит да я тебе таких 100 напечатаю ну и всякую фигню фигню несут а я им просто буду выкладывать и показывать что вот смотрите проверяйте номера запрашивайте да такая форма такая форма существует по моему номер у нее то ли восемьдесят четвертый если не ошибаюсь не важно какая форма любые документы заверены нотариусом где есть слова там живой живорожденный понимаешь спасибо хорошо хорошо справка такая есть вот поедем тоже получать пожалуйста да 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 и это так ну я не знаю что тебе еще спросить то что скажи пожалуйста ты про жалобную книгу спрашивал вернее потребовал спрашивал все говорят ее нету но скоро будет никто ее никогда не видел нормально скоро будет завтра возможно я встречусь с главврачом потому что я уже написал обращение требования что требую встречу с главврачом требую предоставить эту жалобную книгу и требую все разговоры и беседы вести на видео и аудио замечательно все что ты мне озвучил я уже в требования обращения это отправил сегодня с утра хорошо я твое видео отправила ежу таежному он там уже делает видео он делает видео отлично вот это самое главное вот меня получали да этот я когда в субботу отправлял вас сейчас и просил чтобы распространили мои рукописные там этот текст рукописные да 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 распространяются я смотрю в новостях уже люди распространяются вот я каждый день пишу что историю что происходит со мной что вообще происходит и всякие обращения и требования ну в общем постоянно что-то пишу что ты делаешь и вот это все я даю Валентине она просто не успевает ей нужно просто это все сканировать всем вам разошлась и вы будете в курсе хорошо сегодня же свой документ ей отправлю и еще найдутся люди тоже кто захотят это сделать да 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 вот это очень важно чтобы у меня на руках были заказательства что я не несу бред а у них просто знаний нет да в том числе и паспорта без росписи понимаешь вот такие неординарные документы вот если у кого есть паспорт без росписи вы тебе говорите сделайте скриншот замажьте там свои личные данные но просто скриншот или фотографию ну хорошо я спрошу у кого есть если ну лучше не замазывай чтобы номер через люди это проверили через интернет проверили тут паспорт действительно и он без росписи ну ладно 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 что еще время заканчивается да благодарю тебя Антон давай держите всего хорошего радостно спасибо 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 аппетит ну а привет это это задолженность за ЖКХ и они специально подождали чтобы закрывали и через три дня пришли и отключили электричество ну вот три дня он сидел без электричества а потом каким образом включили кто кто помог ну я слышал что отдел туда ездил к нему и подключал но я им не верю вот ни единому их слову я не верю скорее всего Ольга Ивановна приехала и позвонила на свою бывшую работу она работала в ЖКХ ДСВЖФ начальником юротдела вот где там вот этот Русин прыгал на меня а как ее фамилия Ольга это Ольга Ивановна ну это бывшая жена моего отца моя моя бывшая мать сейчас по сути биологическая мать вот она год назад пыталась отца сдать психушку в городе Кумертал вот я туда ездил вот туда вызволял а сейчас получается его опять туда забрали ну в общем я все это да ситуация сложная и меня пытаются прикатать что у меня такая же типа вот есть чизофрения меня тоже тоже это пытаются связать но у них не получается по наследству типа слушай Антон да вот смотри нам дают ответы на массовые жалобы на электронке кидают от ХМАУ уже да и исполнитель значит и мне дали начальника над этим исполнителем он оказался тоже Ерохов это однофамилица или родственник ты не в курсе понятия не имею вы сами выясняйте ну да я Вале уже сказала вот такие интересные вещи то есть дают отписки понятно имя и отчество сразу выяснят выяснили они же они же специально вот этот гражданский кодекс статья 19 нарушает и специально сокращенно пишут имя и отчество чтобы никто не догадался нет отчества разные отчество разные я уже смотрела вот ну вот такая вот интересная вот это вот двоюродность троюродность сложнее конечно доказывать вот это очень монет конечно интересные но факт в том что меня сюда ждал бабушкина Антон Владимирович это я предполагаю родной сын этого бабушкина Владимир Анатольевич который говорил на видео есть как он говорил что у меня в рюкзаке динамит находится что я похож на террориста и называл Валентину особей женского пола да помню это видео да слушай я до ранненько дозвониться не могу вот по тому телефону который мне дали видать это какой-то шлюз или что-то не позволяет в общем ну надо попросить просто чтобы кто-то с ним связался он меня обиделся заблокировал да ну напиши там кому-нибудь у кого есть выход на него чтобы писали что я дозвониться до него не могу хорошо хорошо про суд что-то слышно? про суд слышно? про суд слышно что-то? нет ничего не слышно ну мне разучили что как минимум там что-то до 23-го потом придет решение ну в общем месяц-полтора вот так молодцы конечно молодцы это когда закончится при этом я говорю вы во-первых провели судилище после 48 часов задержания что уже незаконно во-вторых судилища вообще только статьи нарушены это вообще запаришься перечислять но это берешь кодекс и прямо это он у меня на две страницы написал это только кодекс административного судопроизводства штук 23 на рынке статьи они нарушили не уведомили ничего абы как вот они мне сейчас это подражение прислали я их сегодня Валентине отдам почитайте если я так понимаю я звонила в прокуратуру горячая линия там хмау вообще ничего никакие телефоны не действуют просто никто ничего не берет трубки никакие вот ну а что ты хочешь если они мне пустые конверты присылают нет прокуратуры пришел пустой конверт есть видео смотри на канале да я не видела смотрю не видела а я смотрю чтобы правильно отрезать это краешки и тут смотрю опа а там пустой конверт а вес 20 грамм пустой конверт можно 20 грамм вести нет они надели что я сразу скрою а там пусто и уже ничем не докажешь что тебе ответ прислали а ты его не получил понимаешь вот вот так у нас лакуатура добылась ну ладно все давай мне время заканчиваем давай держись пока давай благодарство алло привет привет Антон не поверишь вспоминала прям буквально минуты три назад так я знал я вот чувствую что ты мне так хочется вспоминаешь я думаю дай позвонить что-то нового у тебя есть ну народ начал видеоролики монтировать по моим рукописям это здорово это то что я хотел изначально ни прокуратура ни никакие там эти процессуальные никакие действия ничего не стоит по сравнению с тем чтобы донести народу что происходит да 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 знаем что ролик монтируется да вот смотри у меня к тебе просьба у меня там видеоролик на канале это называется гордимся Россией про Михаила Войтюка который здесь в Тургуте жил там это травник и он в газели жил и ночевал вот я его снял он сейчас это поехал в Таараполь к одной женщине типа его пригласили а что-то ему там не понравилось я не понял что короче он что-то там вообще думает и машину продать и там и на зону уйти короче что-то он это там весь теряется не знаю что делать ты как-то можешь разместить по нему информацию там в конце видеоролика телефон его есть чтобы это если кто может это просто созвониться с ним побеседовать что у него там вообще происходит не успевает поблатать я размещу в чатах и люди тоже будут там есть еще ребята которые могут это делать да если кто-то есть там со Ставропольского да кто-то может его приютить хотя бы там не знаю на месяц на месяца два чтобы он это чтобы он хотя бы машину не продавал ради этого ну хорошо бы чтобы телефоны были действующие чтобы это работало а нет запиши на всякий случай я вот ему звонил на один давай диктуй на 982 три двойки 8202 хорошо все договорились вот он не пивший не курящий здравый мужик разместим твою просьбу пожилой в возрасте 64 года и это никогда не попрошайничал такой он это немножко с гордынькой сам себе зарабатывает всегда на жизнь он попрошайничать не будет Антон очень радует что ты находясь сам в таком неприятном неприятном положении скажем так в неприятном месте заботишься еще о других людях вот это очень кстати вот просто радует я здесь всем помогаю и тем кто на воле находится помогаю скажи мне пожалуйста мне тут уже какие только кликовки не пытались пришить там прокурор адвокат юрист и так далее антон они не знали что тебя они заслали в место где ты там тоже будешь просвещать народ защищать свои права да мне даже в историю болезни пишут там что кто со мной общался там допустим ну зовут Александр допустим типа Александр попал под его влияние сразу что там с жалобной книгой слышно ну ее приносили я позавчера видел она такая наспех сшитая совершенно новенькая тетрадка прошитая конечно непонятно как там ее прямо это чуть ли не это я первый раз вижу что так прошивали ее прошили короче где-то вот от центра середины направо два сантиметра вниз где-то сантиметров пять короче в непонятном месте ее прошили как ее листать надо будет я не знаю ну в общем я полистал и посмотрел говорю вот тут нету росписи даты начала до твоего окончания и нету печати они ее внесли и больше я не видел говорят поставляют печать до сих пор понятно опять очередная хуцпа называется по поводу видеосъемки я вам сказал сразу они говорят ну это надо видеоаппаратура какая видеоаппаратура я говорю любой сотовый снимает снимаете меня на сотовый прикладываете все видео к это выкладываете там на youtube куда хотите сразу к этой болезни приобщать они говорят а зачем я говорю а чтоб я мог доказать что я вам говорил а что нет и на это все уходят в сторону убегают короче лишь бы этот вопрос не поднимать на дне вот позавчера мы собирали все изображения этих пырей которые там так сказать ОПГ все эти Новиковы там находили фотографии то есть будет размещать в ролике слава все это ну отлично отлично вот так что ждем тоже с нетерпением потому что это тоже очень важно конечно чтобы это к суду все успел сделать да 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 и вот самое главное это их найти оперов которые не представились кто там найти Павел Денис ну вот бабушкин Антонов можно найти попробовать это что я думаю найти ну оперативники сделаются которыми это я задерживаю ну ты понимаешь если смысл-то на них сейчас время терять есть ясно чей заказ они выполняли в общем-то все это и так очевидно так это все взаимосвязано надо чтобы народ не просто знал что меня в психушку упрекли а из-за чего понимаешь это тоже очень важно что до этого происходило что мне не просто сюда сдали а после каруселя и после ЭВС а все мне время закончилось Антон держись пока очень рада слышать твой голос бодрый держись не смотря ни на что пока про Михаила не забудьте всегда давай благодарность Антон привет привет извините что сразу не услышала немного приболела ну нормально разместила да так все в нормальном режиме это разместила я твое видео в чатах вот а это про Михаила ну вчера разговаривали да да вот ну наверное надо будет еще телефон как-то я просто в двух чатах твоих разместила а телефон и его оба в каждой видео указаны хорошо а слушай я хочу сказать эту книгу жалобы предложений тут она появлялась буквально на полчаса я там буквально пару точек написал и это очень хороший эффект я тебе скажу сразу реакция пошла а какая реакция ну я озвучивать не буду потому что нас слушают но это положительно с нашей точки зрения ну просто на видео тебе снимают на видео снимают твое общение с с нет 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 боятся на видео не снимают я также видела когда тебя Валентина снимала когда ты что-то говорил короткое видео она выставила я считаю я считаю что это во первых нарушение твоих прав ты как раз разрешаешь себя снимать ты себя разрешаешь снимать и тебе вдруг запретили не снимали же там эту больницу персонал не снимали тебя снимали вот все снимать никто не запрещает ну да да ну просто знаешь Антон ты можешь уже сказать что ты общался со многими людьми уже разговоры выставляются в сети и уже как бы общественность все слышит видит что нормальное общение что человек зачастую вот эти вот видео твои где я как раз вчера смотрел где пришел в налоговую зачастую как ведут себя значит представители власти можно сказать они должны сидеть в психушке понимать в общем пример это вот как мы без ВЖР ходили где Русин нет да 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 прыгал на меня и это тоже и то есть и в налоговой как полиция ввели вот эти замначальника Ерохова то есть это вот смотришь и думаешь а в психушку посадили Антона думаешь у меня этот полковник кстати который в налоговую приезжал Бабушкин народ который он это является отцом того Бабушкина Антона Владимировича который меня сейчас сдал из отдела Т который да 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 это они его это отец и сын родные интересно конечно все это прослеживается так вот это в этом весь интерес заключается что его отец наговорил всякую фигню на это под видеокамеру прекрасно видишь его снимает его пристали несколько раз не творить беспредел иначе это все в интернет попадет оно все продовывалось он попал в интернет а там он говорит про динамит у меня в рюкзаке про то что я на террориста похож там про Валентина Гритоса Беженского пола в итоге его сын начинает меня смотреть два месяца крутить ничего не может сделать издаются на МТ да шито крыто все антон накидали документов образцов которые ты просил ага вот сейчас прям в данный момент тоже искала этот документ о королевском этом указе как он называется на немецком здесь курат да да в общем то ну найдем я думаю все это потом нашла несколько буквально сама вчера получала справку по форме 4 это живорождение нахождение в живых нотариата тоже кинули вот чтобы эти документы все были заявления людей себя находящихся в живых их афидевиты в газете напечатанные тоже кинули ну вот это скиньте кому-нибудь из сургутских у кого принтер есть скиньте валентин кинули кинула ну валентин сейчас занята выше крыши ну ладно я думаю она там разберется как что что у тебя еще там происходит как вообще ну я у тебя в чем позвонил то хотел спросить как пользоваться книгой жалобы предложения ты можешь писать например любые жалобы и предложения также свои вот ты пожалуешься на то что у тебя твоя просьба не выполняет требования снимать видео общение с персоналом под видео буквально пару строчек написал и так написал что пока реакция пошла что я даже не ожидал ну хотел а почему ты не хочешь озвучить что ты все равно написал потом я уже сказал что я уже не буду в эту сторону написать это нормально это понимаешь я так написал что это же вообще как это хотел как говорится там это петарду бросить а получился ядерный взрыв ну пиши так поаккуратнее но тоже действенно чтоб было в конце концов ну короче как тебе сказать слишком слишком большой радиус получился у этого у этого эффекта ну многие важно чтобы Валентина потом сняла это сфотографировала книгу жалов что там твоя запись зафиксирована была понимаешь они вообще не имеют права уничтожать это получается любое полномочное по правам человека придет или прокурор я скажу смотрите книгу жалопредложений там все отображено реакции но они обязаны реагировать обязаны ответить понимаешь это все это уже специальная переписка которую ты спрячешь это не врачебная тайна вот они в истории болезни пишут что хотят а потом им говоришь покажите они говорят нет это врачебная тайна а это книга жалопредложения это открытый публичный источник переписки ну вот вот этот вот листок нужно сфотографировать и потом требовать чтобы приложили этот свою запись к истории болезни так же вот все понял все давай время закончилось пока пока давай я живой человек обращаюсь ко всем кто считает себя человеком в отношении меня творится полный беспредел каждому из рода человеческого кто решит встать на пути сознания грозит то же самое но человечество не удержать в развитии рано или поздно каждый захочет выйти на новый уровень развития человечества меня били одевали пакет на голову пытали электрошокером отбили все ребра три раза на мне обнаруживали бельевых вшей а еще меня через псевдо суд хотят обколоть и напичкать таблетками чтобы я половину своих мозгов смыл в унитаз они это называют купирование симптоматики по сути операция по уменьшению мозга ОМОН изъятие всех вещей у меня и у отца его вообще оставили в опасности и две недели он голодал и не мог никому позвонить от страха ОМОН применил к нему физическую силу и бил мне устроили двойную карусель не выходя на свободу ни на секунду меня удерживали в камере сначала 10 потом 12 суток и потом сдали в ПНД двойная карусель и вот уже 54 дня я не был на улице и не дышал свежим воздухом призываю всех распространить информацию везде где только можно я пришел к выводу что это может произойти с каждым из вас я все подробно описал в своих рукописях на более чем 40 страницах разместите все это в интернете в виде текста фото сканов начитывайте текст на видео ну собственно что я и делаю размещайте сами или присылайте Валентине и мне в личку доступ к моему аккаунту перехвачен ну и уже мной восстановлен все мои компьютеры находятся в руках отдела Т и они вместо меня писали людям и возможно провоцировали их отправьте все это во все журналы газеты телепередачи и разные сообщества россии и за рубеж мир должен узнать о беспределе и геноциде разумного и осознанного человечества в сургуте антон из рода булгак сын николая 17 день месяца ноябрь 2018 года от рождества христова пишите запросы на адрес валентины владыка и татьяны беляниной и вам вышлют все материалы номер выход на город плюс 7 код города 34 62 телефон 94 04 61 с 14 до 16 по москве это вот тот телефон как раз который я вывесил на его странице и разослал по всем беседам которые знал доброго здравия друзья с вами еж таежный в миру вячеслав с новостями про антона рад приветствовать вас на канале вольный сургут собственно с которого антон и вещал свои передачи вообще это мне напомнило такой вот интерактив между блогерами ютюберами такое часто бывает что приглашают на другой канал и ютюбер из другого канала ведут передачи этого канала или рассказывают там что-нибудь или стримы там летсплеи ведут но таким же образом практически меня пригласил можно сказать антон чтобы я вот восстановил тут доступ к каналу и его записям у него тут было удалено последнее видео где его снимали в пиджаке там где он просился действовать в рамках закона там не нарушать беспорядок всем привет хочу сообщить о том что ко мне применяли физическую силу только в первый день задержания претензий к сотрудникам ИВС у меня нету сейчас меня никто не сбивает здоровье 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 нормальное призываю всех прошу требую прекратить любые провокации любые высказывания оскорбительного характера в адрес органов в адрес сотрудников любых органов государственных и требую прекратить любые вообще провокации и пресекать в том числе если даже у кого-то увидите любые провокации тоже пресекайте. Это никому не нужно. Насилие к добру не приведет. И уж тем более, если, во-первых, на словах пресекать все провокации, а во-вторых, ни в коем случае нигде никому не применять физическую силу и даже намеки на это не использовать. Также призываю всех не нарушать законы РФ, ни в коем случае. Никого к этому не призывать, никого не призывать к никакому насилию и пресекать любые провокации. Я всегда так же делал и вас к тому же призываю. До меня дошли слухи, что некие лица пишут оскорбительные выражения разного характера, призывают к различным акциям, различным нарушениям. Это все недопустимо. Ребята, не скатывайтесь на уровень зверей. Оставайтесь человеками. Вы от меня ни разу никогда не слышали ни оскорбления, ни мата, ни какой-то провокации. Я, наоборот, всегда это все устанавливаю. Не скатывайтесь на уровень зверей. Вы оставайтесь человеками. Я вас призываю к этому. Благодарствую. Творческая студия, что там даже не видно помеченных на удаление. Ну вот, видите, да? Ну и вот они. Новые возможности поддержки. Вот, саппорт, саппорт. Вопрос еще случился в том, что непонятно, какие еще видео были удалены, так как телефоном завладели злонамеренные лица физические. Кто у нас самый злонамеренный? Это самый нижний уровень исполнительной власти, который как раз действует физически. Вот, так как успели забрать у Антона телефон, он не успел его заблокировать. Они, значит, с его телефона имели доступ в ВКонтакте и на Ютьюбе. Соответственно, на Ютьюбе поудаляли видео. Я не знаю, вот кто из подписчиков следил. Последнее время я вот понял по своим записям, у меня подписка оборвалась вот 20 сентября. 20 сентября, как я помню, я перестал получать от него. Ну, обычно там где-то через день, через два были новости, новые видео. И вдруг они, смотрю, уже несколько дней нету. После как раз вот Ерохов прислал, да? Да, вот Ерохов прислал секундантов. Это видео у нас. И вот эти четыре я уже не видел. Точно так же, как на многих каналах, видимо, начали снимать, не видимо, а точно, потому что мне пришлось переподписаться. Снимается подписка, снимается этот колокольчик. И, соответственно, не приходят уведомления ни во всплывашках, ни на почту. И, соответственно, на почте у меня никак, это уже вот я когда перехватил на свой e-mail, а перед этим, а, ну, вот русский топор еще перезалив сделал. То есть я первым делом на канале, чтобы в техподдержку достучаться, чтобы быстрее это дело восстановить, включил монетизацию. Хотя Антон против монетизации был своего канала, везде он всегда говорил, что он на канале не зарабатывает. Но поторопился я привык, профессиональная привычка, что мне дают доступ и говорят, сделай красиво, сделай, чтобы все работало, чтобы вся монетизация была. Ну, вот, например, как мы со Светланой Будемирой ее канал там делали. То есть я, если получаю доступ, я делаю все по-своему, как мне надо. Ну и вот, я, конечно, извиняюсь перед ним, что я сделал так, монетизацию отключил. Но самое главное, при монетизации я написал им письмо, что требую восстановить все последние там за вот октябрь месяц ролики. Так как доступ к телефону был перехвачен, вот, к сожалению, я не сохранил скриншот, что я им там отправлял. Я вот сколько раз уже ошибаюсь на этом. Ну, в общем, вот, канал мы восстановили. А, да, вот это вот мы еще раз заслали всем решение наше со всеми подписями, кто за это все дело подхватился ратовать. Я, соответственно, через кабинет там в администрацию президента. Ну и они уже сами разослали. Вот они, как обычно, берут из шапки. Если в шапке указано, они рассылают в шапке кому. Вот его страница, с которой наши доблестные злоумышленники писали рассылки всем его друзьям. И в чатах там просто издевательства всякие писали, там глумились как могли. Я, наверное, тоже сделаю так. Подумаю, как это можно добавить. Все эти переписки. Ну и если у кого остались эти все переписки в личных сообщениях, из личик, тоже, пожалуйста, накидайте в комментарии. Вот эти вот диалоги с этими личностями, которые от имени Антона Булгакова там рассылали, что спрячьте меня. Ну-ка, сейчас я найду это. Ах, он паразитство. Они поудалялись. Вот я, блин, не сохранил-то. В общем, они писали, что я, типа, сбежал. Прошу меня приютить. Скажи свой адрес, где я живу. Ну, вот, блин, надеюсь, кто-то сделал скриншоты вот этого вот всего глумления ихнего. Накиньте мне моя страница от Игилизм. Ну, вот, подключайтесь, если что, в друзьях. Там еще есть немного мест. Ну, и увидите, может быть, для себя что-то интересное. Ну, так вот, пишите. Я добавлю еще в следующие выпуски вот это вот с ними переписку. Ну, или на своих словах, там, если кто как помнит, кому именно писали они, именно с просьбами сказать адрес. Соответственно, вымогали персональные данные. То есть, совершали уголовные преступления. И это им, паразитам, спускать с рук никак нельзя. Потому что, если настолько хватает наглости, то дальше они уже будут как, как он там был, мент, который в универмаге там людей поперестрелял. Вот, ну, просто крышу срывает от безнаказанности. Ну, и здесь вот я 11 ноября как перехватил, то есть, сменил пароль и на себя перевел на свой телефон восстановление всей почтового ящика. И здесь сразу отписался, вот, 22.14. Доброго здравия, Таёш Таёжный, по просьбе, с помощью Валентины Владыка. Доступ к странице казенным зомбям отрезан, поэтому стёп, троллинг и вымогательство адресов друзей Антона прекращены. Ждём освобождения Антона и молитесь добрыми словами за тех неразумных сущностей, которые, будучи продажниками, как и объяснял Антон, верно, жалкие подачки угнетают и уничтожают лучших, храбрейших и честнейших из нас. Мы живые не потому, что статус оформили, а потому, что противимся и сопротивляемся уничтожению нашей страны и наземными оккупантами. Права не раздают, халява их надо требовать, иметь и качать. Звоним Антону и подбадриваем номера телефонов ПНД. Вот номер, который он говорил, сам мне звонил, по которому надо ему звонить. Он с этого номера как раз и звонил. Видимо, там дают как-то звонить по межгороду, потому что он мне на 3 девятки звонил. Вот телефон ещё ординаторской 940457, потом 0458 это заведующая. Звоним ей и передаём там свои гневные дизлайки. 0378 это приёмный покой, беспокоимых там в приёмном покое. Вот и 7070 ещё второй номер приёмного покоя. И помощь на Сберкарту, вернее на карту Сбербанка номер 4276670023882466. Юлия Виленовна, владелец карты для передатчик, для всего, что он там заказывает. Вот чеки показываются в его беседе вот этой вот, беседы на тему живых, где он создатель. Я вот поставил Елену Терехову, как она просила. А он тонно убрал, потому что он тонн, булгак, до сих пор остаётся перехваченным. И вот он на другой номер телефона. И как раз тот телефон находится в местах не столь отдалённых. Ну и здесь, соответственно, передают привет. Вот земляк наш Евгений Свободин. Ну, почистили. Да, они умные, ушлые, конечно. За собой хвосты почищать они умеют. Но на теле, конечно, они почистить не смогут. Шрамы-то остаются. Шрамы никуда не рассасываются. Это вот так его пытали электрошокером. Вот, видите? Вот эти вот точки на одинаковом расстоянии. Это электрошокер. Вот, вот. Ну, видно много раз там. Весело им было. Это вот следы от наручников. Конечно, вот за месяц уже зажить они успели. Как он там был прикован. Вот, видно. Да. Такая вот картина. Вот в таких вот условиях находятся у нас узники совести. Которые борются за весь наш род человеческий. Не за себя стараются, на себя практически ничего не тратят. Личной жизни практически не имеют. Все время у него вот уходило именно на правозащиту. То есть, деятельность правозащитника для всех нас. Он всем показывал, как надо разговаривать своим личным примером. Кому надо писать и что. Какие вопросы задавать и как действовать. В рамках закона. Всегда. Вот он чем нравится. Мне всегда нравится действовать именно по закону. А что бесит всего нашу власть, когда мы действуем по закону. Потому что они сами никогда этот закон не соблюдают. И всеми путями его нарушают. Если начинаешь разбираться, как оно обстоит на самом деле по закону. То открываются такие вообще глубины и недра. На темы живых людей. Трастов на них оформленных. И какие вообще богатства от нас спрятаны, утаиваются. Все наши личные персональные счета. С которых нам выдают жалкие кусочки только в виде пенсии, социальных пособий, выплат каких-нибудь. А на самом деле то, что мы должны иметь. И то, что у нас украли в 90-е годы всю страну. И сколько вывозили из этой страны за последние 25 лет. Конечно, все это от нас скрывается и утаивается. Потому что невыгодны оккупантам такие вот честные и умные люди. Которые разбираются именно в документах. И смотрят не телевизоры с передачами одинаковыми на всех каналах госпропаганды. Просто насквозь лживой в каждом предложении, в каждом кадре. Я поэтому вообще не представляю, как люди могут это смотреть постоянно. А вот люди, которые разбираются в законах, в документах. Те, конечно, нашим властям поперек горла. Потому что если живой человек реально докопается до всех своих персональных личных счетов. И сможет их монетизировать. Обменять на физические блага на какие-то. Соответственно, он станет богатым. А наши из современной власти богатые люди опасны. Потому что богатый человек, он, во-первых, вкладывает свои деньги в детей, в развитие. В, соответственно, в защиту своего дома. Вообще, в сам этот свой дом. Богатых и умных людей невозможно будет заткнуть за пояс. И продать, как вот сейчас продаются целые деревни. То есть, на Дальнем Востоке скупают целые деревни. И выгоняют людей просто вот в зиму на улицу. Сколько уже репортажей тоже об этом было. Даже телевизионных вырезок. Потому что у нас земля может быть в частной собственности. Ее каждый вообще может купить. Житель любого государства. Вот он с Китая приехал, купил землю с деревней. А ему люди не нужны. Людей-то он не может купить. Он их не покупает. Он их просто выставляет из домов. Из его личной собственности. Чтобы они перемерзли просто. И все. И, соответственно, компания SwissIndo, которую я сейчас продвигаю. И переписываемся мы с секретарями, вот и директорами. Мы переписываемся уже полгода. Значит, с начала лета даже больше, чем полгода. Общаемся и пытаемся продвинуть эту тему. В России эта тема не двигается. Именно потому что она блокируется всем правительством. Всеми банкирами, соответственно, в нашей стране. Кому это будет интересно, получать по персональному ваучеру, который невозможно будет никому передать, по 1200 долларов ежемесячно. Это ж людьми вообще невозможно будет тогда управлять. Если вот будет такой, безусловно, базовый доход. Соответственно, и методы такие. Но почему-то вот даже те же самые исполнители низовые вот не думают о том, что тот же самый Булгаков, да и все остальные вот живые люди, которые возмущаются вот этой вот системой неправовой. Они действуют в защиту тех же самых вот этих вот ментов, которые вот эти вот пакости нам творят. Как вот они сами этого не понимают. Вот мы все как живые люди, которые, ну, мы именуем себя именно живыми людьми, потому что мы осознали себя и боремся за то, чтобы это осознание наше восприняли как должно. По основам права того же самого и континентального, и морского, и естественного, и в идеале копного права. И оживив себя вот статусом документально, мы пытаемся получить доступ к нашим персональным счетам, личным счетам, к нашим трастам, которые на нас оформили, на каждого человека. Ко всем банковским долгам, которые должны нам вернуть еще с 90-х годов. Устранить вот эти вот махинации с кодами рублей, с помощью которых там нас накалывают в тысячу раз. Да даже больше там в сотню тысяч раз получается, если еще и приплюсовать махинации с рублем и обеспечением. Мы хотим освободить всех, себя в том числе и, соответственно, всех, кто также последует нашему примеру, освободить от нашего попечителя, который на самом деле не попекает, а уничтожает нас уже 25 лет, истребляет просто наше население. Потому что это оккупационная власть, захваченная с помощью танков, как вы помните, расстрелом дома советов. И почему-то за все эти годы никому в голову так не приходит, не может достучаться до осознания, что мы находимся в колонии с колониальным правительством, которое ничего не делает для народа, для нашего. Которая только ворует и увозит с нашей страны все, что можно продать, все, что можно монетизировать, все из страны. Начиная от людей и органов человеческих, заканчивая там недрами и прочими ресурсами всеми. Вы вот только посчитайте, сколько людей у нас ежегодно вымирает миллионами, и сколько имущества каждого человека стоит в среднем, хотя бы посчитайте. И примерно прикиньте цифру, которую мы теряем ежегодно. И людей, и средств, и всех активов, которые наши предки заработали. Земли теряем, людей самое главное теряем. А вот эти вот низовые исполнители почему-то не понимают, не хотят этого понять, что они уничтожают сами себя. Их же родственников, их же стариков этой нищенской пенсии будут угнетать, уничтожать. Их же детей будут уничтожать. У них, у детей нет будущего. Все, кто вот покрывает эту нынешнюю власть воровскую, вы не понимаете, что вы делаете с собой? Я понимаю еще некоторых, которые боятся эту власть, боятся там работу потерять. А некоторые-то идейные. Большинство даже идейных, которые, да, хотят, которые не видят больше ничего, кроме этой власти. Потому что не видят, кроме телевизора, ничего. Не умеют думать ничем, кроме телевизора. Не читают документов, не изучают ничего. Даже Конституцию ни разу не читали за всю жизнь. То же самое, что и верующие христиане, которые ни одной версии Библии даже не прочитали. Не то, что там псалмов каких-нибудь или апокрифов. Вот самое главное достучаться до низовых, до исполнителей, которые угнетают тех, кто хочет вас освободить. Как вот до вас достучаться, до вот этого вот народа, которому хорошо быть неживым. Не управлять страной, не управлять собой. Если его пнули, то покатился. Или если ему сказали идти, то он пошел. Если ему сказали делать, он делает. Если сказали спать, он спит. Сказали травиться, он травится. Сказали молчать, он молчит. Это же зомби. Это именно что? Недееспособные человеки. То есть такие же недееспособные, как лежащие в коме. То есть их переложили, как переложили, так они и будут лежать. Им все нормально, им главное стабильность. Вот в коме человек самый стабильный вообще. У него стабильность стопроцентная. Ну вот и как у нас стабильное вымирание происходит. Ну в общем, дальше будут еще новости. Буду я делать видео и на свой канал, раз уж начал. И Антону помогать с его каналом, с его делом, делопроизводством освещать все. Хвала богам, связь мы восстановили. Вроде как нашлись. Вроде как его перестали там пытать. Так что следите. Подписывайтесь на его канал Вольный Сургут. На мой Ёж Таёжный подписывайтесь. Там тоже много интересного будет. Как раз по компании Свыс Инда. Перевожу я их фильмы и документы. Кто подписан, перепроверяйте подписку на канале. Потому что кремлеботы умеют не только дизлайки тысячами за 15 минут накручивать. Но и откручивать подписчиков у них замечательно получается. Так что заходите. Добавляйтесь в друзья. Смотрите. Всего вам доброго. Доброго здравия. Благодарствуем. Добро победит. Так, как подать обращение. Заходим на сайт mvd.rf Вот он сайт. Листаем ниже. Прием обращений. Выбираем министерство. Кто тут еще интересен? Ну, посмотрите сами. Следственный департамент управления собственной безопасности. Туда тоже надо отправлять. Сейчас покажу на примере министерства внутренних дел. Продолжить. Ставим галочку. Подать обращение. Должность. Начальник. Ну, он сам и предлагает. Так. Тут прописываем фамилию, имя, отчество, персоны. Телефон. Область. Прикладываем файл. Вводим капчу. Вводим. 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 Отправить обращение. Так. На почту он отправляет код подтверждения. Нажать отправить. Проверяем почту. Приходит код. ВЖК 2. Вводим. 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 Вот эту информацию все сохраняем. Для проверки контроля. все так можно не выходя дома за одну минуту за 10 минут отправить во все ведомства ваше обращение прошу поучаствовать благодарствует понял надо плавно вести вот и по уровню записи мы будем определять как нормально ненормально у нас вот это слышится когда у нас начинает перегрузка вот где-то вот наверно здесь срабатывать что у нас хрипы начинаются а